так друзья приветствую вас на канале саморазвитие в походе сегодня хотел бы с вами поговорить на тему поход польза и вред для здоровья осветить это через призму своего опыта через опыт тех участников с которыми я ходил через информацию которую я изучал как минимизировать эти воздействия да и сделать наоборот поход таким вот приятным и полезным для вашего здоровья значит негативное воздействие похода первое если вы берете неправильное питание то поход может вас не оздоровить а может вас прибить такое у нас было в самом начале когда мы там использовали неправильную пищу когда брали очень много мяса там алкоголь брали когда эта пища твердая скажем тогда потому что вместо того чтобы питаться там фруктами овощами там какими-то вещами да а это возможно делать в походе и мы это делали в последних походах в этом и смысл нашего канала саморазвития походит что мы ходим в походы без алкоголя мясо и других наркотических веществ и используем практике саморазвития об этом спешу отдельное видео так вот если взять мы ходили да вот с мясом и со всем остальным то это конечно без достаточного количества овощей но их можно подкупать селок но не всегда это удается это не очень влияет на пищеварительную систему если делать неправильно в конце видео расскажу как это сделать правильно чтобы наоборот было в плюс это недостаток обычного похода его назову так когда ходишь со всем этим запасом или там сало набрал килограмм короче говоря и одним салом по ходе в течение дня питаясь а только вечером там делай супчик хотя последние походы что мы ходили для меня питание было настолько сбалансированным здоровым классными не только для меня все это отметили они сказали мы питались лучше чем дома и с точки зрения вкуса и с точки зрения сбалансированности и полезных веществ вот значит неправильная пища когда есть есть неправильное питание второе естественно когда вы ходите тело испытывает экстремальные нагрузки потому что у вас на рюкзачок значит как сбалансировать первый пункт правильное питание об этом мы сделаем отдельное видео второй пункт это одет на вас рюкзак если этот рюкзак неправильный да значит смысл правильного рюкзака заключается в том чтобы вес со всего рюкзака с плеч застегнуть что-то прохладненько становится перенести с плеч до перенести на бедра если раньше были рюкзаки так называемые колобки ты идешь а здесь такая круглая штука и весь вес у тебя на плечах это значит что действует позвоночный столб компрессуется короче говоря хрящи между ними компрессуются и ты идешь и офигеваешь от того же у тебя где-то там болит где-то сам болит неправильно крутнулся там что-то могло выскочить то сейчас современные рюкзаки его заключается смысл в том что есть набедренный ремень и весь вес когда вы идете он находится у вас вот здесь на бедрах вот то есть фактически верхняя часть тела она разгружена если он правильно настроен под вас то вы можете засунуть во время похода под верхнюю лямку руку она не будет ее прижимать и вы будете видеть что этот рюкзак будет телепаться но держаться он будет на бедрах но это я условно говорю телепаться иногда вес можно и на плечи перенести там лямками можно отрегулировать как вам удобно это такая вот туристы это знают опять же таки может запишу отдельное видео по регулировке рюкзака будет интересно пишите в комментах что вам будет интересно мне так будет легче ориентироваться благодарю вот если неправильный рюкзак то по сути весь вес на теле страдает позвоночник дальше если даже правильный рюкзак то весь свет у вас на бедрах и больше страдают и колени тоже что происходит при беге ну и немножко другие суставы чтобы минимизировать это воздействие конечно в поход надо брать трекинговые палочки потому что час веса вы начинаете переносить на руки особенно во время подъема спусков вот при правильном использовании кстати обзор трекинговых палок тоже на этом канале будет сделаю два видео наверно уже на этот момент сделал первый этапа выбору трекинговых палок второй сделаю обзор своих у меня как раз три пары трекинговых палок вот поэтому вы используете трекинговые палки максимально переносите вес колен и этот поход даже может быть полезен для ваших суставов как это еще минимизировать пользуйтесь друзья гидратором не бутылочками гидратором или питьевой системой что такое это вот такая вот трубочка которая висит здесь вы ее взяли попили короче говоря и даже не останавливаясь во время похода идете когда вы пользуетесь бутылками то для того чтобы вам достать бутылку вам надо остановиться там вытянуть ее попить вставить и получается что когда вы пьете то вы пьете большую порцию воды а усваивается в организме всего лишь столько остальное все выйдет с мочой там с потом со всем остальным но когда вы используете с гидратором вы пьете потихонечку там через каждых там 10-15 минут на протяжении всего похода и это приводит к тому что ваши суставы начинают хорошо смазываться соответственно может даже происходить не дегенерация суставов а наоборот восстановление суставов потому что будет поступать вода жидкость в организм кстати этому будет еще способствовать масло но определенное масло потому что она чистит печень печень тоже отвечает за некоторые там вещи такие как хрящи сухожилия и все остальное вот и это вода поступает там в суставы везде вашем организме он начинает иметь правильный водный запас кстати в походе в горах пить хочется меньше за счет того что вы когда дышите вы еще дышите влажным воздухом вот и часть влаги у вас еще будет впитываться и заходить в организм таким вот образом я заметил что кстати во влажном воздухе вообще меньше хочется пить иногда даже пить не хочется вот и гидратор это уникальная вещь советую вам использовать ее на велосипеде в походе вы будете пить по чуть-чуть но очень часто я когда начал пользоваться гидратором ну я эту вещь очень заценил и теперь я его беру не просто во все походы а при беге при катании на велосипеде максимально часто я стараюсь его использовать вы взяли соску так называемые поднесли соснули все отпустили и это делается во время ходьбы вам не надо никого ждать и не просить чтобы вас ждали вот тело начинает иметь правильный водный баланс вот значит до воздействие на коста мышечную систему вот и следующий фактор воздействия третий фактор воздействия это когда негативное воздействие происходит когда идут неподготовленные люди и они не знают как вес и большие проходы по времени до соответственно воздействует на их тело вот что здесь можно порекомендовать они идут а потом начинает там болеть спина то есть были такие случаи у нас вот недавно в походе пошли мама и две дочки в итоге в первый же день похода они снялись я это еще увидел сразу мы когда начали поднимать горку у них кардио задышка идти они не могут ноги болят потеют зляться это уже короче говоря не поход для того чтобы пойти правильно в поход к нему надо готовиться за некоторое время желательно бегать по утрам потому что основной в походе это кардио нагрузка желательно делать какие-то физические упражнения там отжимания подтягивания то есть чтоб тело у вас было в тонусе желательно это делать как минимум за месяц а лучше постоянно себя поддерживать в этой волне вот и перед походом желательно взять рюкзачок одеть его и походить с ним на короткие дистанции получаса часа посмотреть где кольнула что заболела если колят болени то их можно колят болят боли болят колени да то их можно забегивать или заезживать на велосипеде то есть грубо говоря когда вы садитесь на велосипед и просто едете без нагрузки но обязательно с гидратором пьете воду в максимальные места там где рабочие туда поступает свежая кровь и у вас происходит автоматическое восстановление до коленных суставов то есть принцип восстановления тела это доставить туда свежую правильную кровь и тогда она автоматически восстанавливать и дать нагрузку к этому телу к части тела до для того чтобы туда эта поставка произошла вот в походе за счет этого и восстанавливается тело следующий момент 4 до это негатив по ходе назову его так вот пищу мы затронули рекомендации нам в конце видео то уже и так много по времени да это конечно же когда вы подбираете неправильное снаряжение в данном случае больше всего имею вот этого дела обувь неправильная подобранная обувь размер ее это всегда натертые мозоли друзья мой вам совет вы идете в поход обязательно идите в обуви в которые выходили как минимум неделю при покупке обуви на полторы два размера больше это обязательно для похода чтобы у вас пальцы не сжимались там а чтоб нога чувствовала себя свободно но она не должна ездить туда-сюда опять же таки могу записать отдельные обуви видео как правильно выбирать обувь второй момент используйте правильные носки они худенькие носочки до либо это шерстяной носок знаете такой вот бабушкин может быть мы с такими ходили в первых похода либо специальные трекинговые носки которые хорошо отводят влагу от ноги и при этом нога дышит используйте правильную обувь которая предназначена для похода они просто для бега потому что у каждой обуви своя специфика для бега она мягенькая для похода на более твердая и фиксирует вот эту вот часть голеностопа вот чтоб когда вы подворачивалась у вас нога вы ее не вывихивали там и все остальное походе это происходит вот то есть всегда пробируйте обувь если купили новую проходите в ней как минимум неделю как минимум для того чтобы она села по ноге глубочайшая ошибка купил новые обувь отдел ее сразу в поход это стопроцентные мозоли фактически да если у вас правильная обувь вот у меня за весь поход не было мозолей правильно подобранные обувь правильно подобранный носок желательно кожаную обувь используйте она лучше дышит чем мембрана и меньше натирает потому что она садится по ноге ну естественно трекинговым кстати обзор ботинка в ханвах у меня есть здесь на канале вы можете ли кликнуть посмотреть там я очень даю много рекомендаций именно по преимуществам данных ботинок но это вам поможет выборе новые обуви вы будете знать на что обращать внимание поэтому можете это видео с канала использовать в своих благих целях вот поэтому более тщательно отнеситесь к этому вопросу если вы идете в первый поход и не знаете свой тепловой режим опять же таки одевайтесь по слоям чтобы не потеть это тоже перегрев по ходе это плохо надо иметь правильный тип одежды я тоже сделаю видео как правильно одеваться по слоям это когда пот от вас отводится и одежда сама регулирует вот я сейчас одет даже правильно для похода у меня вот три слоя допустим вот чтобы вам не было ни холодно ни жарко это все тоже надо учитывать лучше как говорится перебдеть чем недобдеть еще ошибка это берут слабые спальники берут слабые коврики там пролежанные да лучше перестраховаться взять немножечко лучше но скажем так когда мы идем в поход мы эти все вещи с ребятами обговариваем проверяем правильное снаряжение проводим консультации вот в общем так окей друзья несколько рекомендаций по питанию я думаю что это заслуживает отдельное видео как я сказал алкоголь мясо и другие наркотики мы с собой в поход не берем да и в жизни не используем вот сейчас будет немножко шумно квадроциклы едут вот и взамен за этого мы можем брать более правильную пищу не просто сублиматы до которые сами по себе сухие но например из овощей мы можем взять зелень она легкая но тем не менее она питательная очень хорошо для перестатики вместо хлеба мы берем хлебцы они сухие легкие без дрожжевые для похода это вот так проедут ребята самый крутой лайфхак который вам хочу сказать можете убрать вообще все решки которые есть и вместо них взять кедровые решки это даже не будет вам дороже я вам хочу сказать но по питательности и для пользы тела это невероятно круто когда вы можете встать с утра и на тощак съесть несколько кедровых орешков тут надо конечно знать свою дозировку по питательности они круче по полезным веществам они очень по вкусу они очень классные не поломаете зубы это точно как от других орехов там или пломбы могут повыскакивать или зубы можно сломать иногда в походе ну короче и по весу они маленькие и по объему они маленькие потому что они маленькие хорошо компрессуются и еще один такой лайфхак это конечно же сыро давленое масло которое было выдавлено в течение 1 2 3 дней это вообще живо энергия это кладезь витаминов который вам заменит все синтетические вот эти вот витаминчики которые сухие в которых уже нет ничего полезного их только в аптеках могут рекламировать но сыро давленое масло это представьте это самый сок выжаты из семян в течение одного-двух дней вы с утра можете встать налить в ложечку выпить после того как выпили там теплой водички или чая соответственно и это масло оно мало того что вам даст мгновенную энергию она принесет очень много полезных веществ в организм она даст силу растения до живу с этого растения или семян с которых она была выдавлена она будет способствовать очищению вашего кишечника очищению вашей печени это самый крутой лавхак потому что мы ходили втроем восьмидневный поход и у нас ушло всего лишь полтора литра масла литр 300 мы брали льняное сыродавленное литр и мы брали с масло тыквенных семечек 300 миллилитров это еще глистогонная вещь по ходе просто офигенная штука вот она очень вкусная и вот это вот масло у нас даже еще осталось на выходе его можно и в каши любые добавлять и вы тогда получаете более живые каши потом можете их посыпать живой зеленью мы еще брали перчик с собой мы еще брали яблочки которые съели в первый день то есть мы всегда берем фрукты овощи и все тяжелое съедаем в первый день там яблочки ну там во второй день и все остальное когда не берешь консервы мясо и алкоголь который занимает основной вес это все можно заменить очень полезными вещами наверно как-нибудь сделаю отдельное видео по нашей раскладке чтобы здесь все как говорится не рассказывать в принципе у меня так друзья но в целом я хочу сказать когда приходишь с похода ребят приходишь просто другим человеком вот ушел один пришел другое и это не просто по моему опыту это по опыту тех людей которые пришли вот я мы вот были месяц назад в походе с ребятами мне один участник пятюня он горит знаешь меня говорит аля увидела другим на горит стал какой-то спокойный радостный веселый ты выглядишь по-другому вот поход это практика когда там подключаешь еще в практике саморазвития это вообще невероятная вещь о них я тоже может быть отдельно расскажу в отдельном видео на этом у меня все дорогие друзья будут вопросы пишите их здесь в комментариях будет интересно с нами походить в походы или более пристально наблюдать за деятельностью нашего канала подписывайтесь телеграм-канал ссылочка есть в описании видео понравилось лайк не понравилось дизлайк любые комменты и ваши лайфхаки здесь комментариях очень приветствуется они будут помогать не только мне но и другим людям которые будут смотреть и это видео и читать о нем я надеюсь это видео было вам полезным с вами на связи был я denis и канал саморазвития в походе пока пока субтитры сделал DimaTorzok